Всем привет! С вами Денис Мейджор и я продолжаю рассказывать, как зарабатывать деньги в своем собственном городе в Animal Crossing New Leaf. Прошлый раз я рассказывал, как зарабатывать деньги на ловле пчел. Ну, точнее, рассказывал, как вообще поймать пчелу. Сегодня я расскажу, как в буквальном смысле выбивать деньги из камней. Блуждая по своему городу, вы, наверное, замечали, что в нем, в общем-то, довольно-таки много камней. И можете быть уверены, они там стоят не просто так. Каждый день два случайных камня приносят вам деньги. Но деньги к вам приходят не просто так. Вам их придется добыть. И сейчас я расскажу, как. Из уронию предупреждаю, что нам понадобится лопата. Так что, если вы не купили лопату, бегом в магазин. Итак, первый камень, который содержит в себе какую-то драгоценную руду. Найти его довольно просто, если вы хорошо знаете ваш город. Дело в том, что каждый день в случайном месте появляется новый камень. И находится он на этом месте только один день. То есть на следующий день появится другой камень в другом месте, а этот пропадет. Итак, нам просто нужно найти этот камень, взять в руки лопату и ударить лопатой по камню. Камень исчезнет, оставив после себя какую-то руду, которую можно, в общем, довольно выгодно продать. Либо использовать впоследствии для крафта различных предметов. Впрочем, крафт предметов это совершенно другая история, сегодня не об этом. Предупреждаю сразу, что если вы плохо знаете свой город и не можете с первого раза отличить, где появился лишний камень, то лучше сначала найдите второй камень. Из второго камня можно буквально выбить деньги. И это уже не какой-то новый камень. Просто среди всех камней, которые всегда стоят каждый день в вашем городе на своих местах, каждый день случайным образом один оказывается буквально начиненным деньгами. Выбивать деньги из этого камня тоже нужно лопатой. Короче, всего выпадает 8 монеток. Точнее даже не так. 4 монетки и 4 кошелька. Самый дорогой кошелек стоит 8000 белл. Таким образом, чтобы выбить максимальные деньги из этого камня, нам нужно ударить по нему 8 раз лопатой. И вот тут есть один нюанс. Как только вы сделали первый удар по камню, включается невидимый таймер. И если этот таймер вышел, а вы еще не выбили все деньги из этого камня, то все. Таким образом, нужно максимально быстро колотить по этому камню, судорожно нажимая кнопку А. И вот тут есть второй нюанс. Каждый раз, когда вы делаете удар по камню, ваш герой отходит немножко назад. И буквально после второго, третьего, ну максимум четвертого удара, камень оказывается уже вне досягаемости вашего удара лопатой. Что же делать? И здесь нам снова поможет лопата. Возвращаемся к геометрии. Представим себе сетку 3х3 квадрата. Как в прошлый раз с пчелами. Камень у нас будет в центре. Все деньги, которые выпадают из камня, выпадают вокруг него. То есть по всем 8 квадратам, которые расположены вокруг этого камня. В одном из этих квадратов будете стоять и вы. Все, что вам нужно, чтобы случайно не очутиться за пределами этого квадрата, это выкопать ямки позади себя. Я выкапываю обычно по 3 ямки, просто потому что сложно предсказать, в каком направлении будет назад отходить герой. Выкапываем 3 ямки, поворачиваемся к камню и начинаем по нему долбить, пока не выдолбим все, что можно. Иногда по разным причинам все равно не получается выбить самый последний, самый дорогой мешок с деньгами. Но даже те деньги, которые вы насобираете в этом случае, довольно серьезная прибавка к вашему бюджету. Все лучше, чем фрукты продавать. Ну и да, поскольку вы заранее не знаете, какой именно камень начинен деньгами в этот конкретный день, приходится готовиться к каждому камню. Роем ямки, стучим по камню, ничего не выпадает, зарываем ямки обратно и переходим к другому камню. Таким образом, если вы научились ловить пчелу, как я учил вас в предыдущем видео, и научились собирать деньги с камней, то вы можете в день получать только на этом около 35 тысяч беллов. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео об играх и игровых консолях. А с вами был Денис Мейджор, спасибо, что смотрели и до новых встреч. Пока.